Новосибирский детский сад получил золотую медаль в российском конкурсе. За победу боролись больше тысячи лучших образовательных учреждений, но высшую награду вручили садику номер 426 из Нижней Ильцовки. Чего здесь только не придумали для развития детей. Даже рожь и пшеницу высаживают. Корреспонденты новосибирских новостей побывали в лучшем садике страны. Уникальность этого детского сада можно заметить еще на подступах к самому зданию. Здесь и теплица, и модель действующего вулкана, и бахчай, даже пасека. Мамочка, милая мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Каждый утренник здесь особое событие. Уже 30 лет бессменный музыкальный руководитель Галина Усань удивляет оригинальностью. Удивляют и активностью. Коллективно участвуют во всевозможных конкурсах. Звание лучшего детского сада помогла завоевать лепкой с пластилина. Традиционное во многих садах занятие в 426-м переросло в творческий бум. Результат – победа в пластилиновом конкурсе Всероссийского образовательного проекта «Развитум». Я делала зайчиков здесь зимние, потому что они белые, а летние – это серые. Я делала снеговики. Раз, два, три, четыре, пять. Творчество объединяет, причем и воспитателей, и детей, и родителей. Семья Ионовых – творческие рекордсмены. Для меня было сложное – это лев. Потому что лева было очень долго делать, а вот моржика – недолго. Что-то смотрим в интернете, что-то сами придумываем. Где-то когда-то что-то уже лепили. То есть, по-всякому бывает. Ну, нет. Рождаются такие маленькие шедеврики. Увидеть такую выставку – почти удача. Пластилин быстро уходит на новые работы. Необходим он и в студии мультипликации. Ее награды и дипломы уже на одной стене не помещаются. Но главное достижение, конечно, в другом. Сейчас я слышу такие отзывы. Нет, мой ребенок говорит, я не буду дома сидеть, у нас сегодня кружок. Нет, не забирай меня рано. Не надо меня после обеда забирать. У нас сегодня кружок, мы будем платье шить. Не забирайте меня рано, мы сегодня пойдем на лыжи. За победу во всероссийском конкурсе воспитатели детского сада смогут пройти дополнительное обучение. Творческий коллектив педагогов отметил и муниципалитет. Они будут награждены и отмечены благодарственным письмом мэра. А Ирина Николаевна будет премирована заведующая. В детском саду уже готовятся к очередному конкурсу. Теперь интеллектуальному. А в планах еще спектакли и концерты для ветеранов и детей с ограниченными возможностями. Вероника Иванова, Елена Богатырева и Денис Савинский. Новосибирские новости. Новости.